Израиль за неделю на Народной Волне Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14.30 М 99.1 ФМ На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube канале Radio NVC и традиционно в событиях в Израиле Наш израильский корреспондент Ася Энтова Здравствуйте Ася Здравствуйте Сергей, здравствуйте радиослушатели Ну начнем с новостей не самых приятных Израил подвергся обстрелу из-под Дамаска Это были шиитские силы милиции или силы Аль-Кутс Но к счастью все кончилось хорошо Ракеты так и упали на территории Сирии Ну естественно Израиль этого просто так оставить не мог И был ответный удар Причем так сказать не было израильских опознавательных знаков Но ответный удар был, был очень чувствительный И Израиль прямым текстом дал понять Сирии Что он такого не потерпит Никакой угрозы собственной безопасности Ну а за неделю до этого у нас было примерно такое же обострение На северной границе, на границе с Ливаном Но к сегодняшнему дню В общем за неделю все более-менее успокоилось Израиль подтянул туда войска Израиль закрыл Небо вдоль границы для перелета гражданских самолетов Но вроде бы за неделю эта острая ситуация как-то рассосалась Ну а кроме этого Так сказать в остальном пока все спокойно Ну был мелкий теракт Там какой-то малолетний террорист напал с ножом на еврейскую семью Которая решила, что в арабской деревне зубной врач будет сильно дешевле И поехали туда лечить зубы Ну слава богу, так сказать, поскольку врач был знакомый То он спрятал, моментально спрятал эту семью от террориста Но ему не удалось, к счастью, никого убить Нанести только небольшие раны Ну в общем, теперь израильтяне опять будут трижды думать Прежде чем отправляться в арабские деревни Ну а Нитаниягу, несмотря на выборы Делает визиты в различные страны И очень занят международными новостями Во-первых, Нитаниягу был в Лондоне И, как утверждают комментаторы Он поехал туда даже не столько, чтобы встретиться с премьер-министром Англии Которого он просто, так сказать, от большой напряженности перепутал И вместо Бориса Джонсона назвал Борисом Ельцином Над этим долго, все потешались Ну Нитаниягу, за словом, в карман не лезет Это было на пресс-конференции И он сказал, знаете, я просто хотел проверить Насколько вы вообще слушаете то, что я говорю Конечно же, речь идет не о покойном Ельцине Из России, конечно, речь шла о Борисе Джонсоне Мне вот очень понравилась такая находчивость Ну, ошибка с кем не случается Но сразу найтись и, так сказать, мячик переадресовать от себя Это, в общем, некоторая находка Так вот, говорят, что он ездил туда вовсе Главным не для того, чтобы встретиться с Борисом Джонсоном С которым они опять обсуждали два государства Одно государство, палестинцы, не палестинцы Вот, а встречался он там как раз с министром обороны вашим С Марком Эспером И речь опять шла про Иран, про Рухани Который грозится приехать на Генеральную Ассамблею ООН Для того, чтобы встретиться там с вашим президентом Трампом Вот это вот Нитаниягу, в общем, очень напрягает Этого он опасается И поэтому вот была специальная встреча с вашим министром обороны И, по-видимому, обмен различной информацией, которая не поддается оглашению А что касается информации, которую можно оглашать То сегодня МОГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии Объявило, что теперь, наконец, уже и оно убедилось в том Что Иран нарушает соглашение по ядерной программе Что Иран построил центрифугу Что это соглашение от 2015 года Что оно не работает Нитаниягу по этому поводу выступил с заявлением Он сказал, что он давно вообще объяснял всему миру И МОГАТЭ в частности Что на Иран нельзя полагаться Что он нарушает любые соглашения И, в частности, Нитаниягу продемонстрировал две фотографии Две фотографии из иранского такого места Тюркозабад Такое небольшое место на юге Ирана Тюркозабад И вот Нитаниягу продемонстрировал две фотографии На одной из которых Там уже стоит завод Уже видно вообще, как там действует То, что не должно было бы действовать А на другой фотографии, более поздней Значит, все следы этого скрыты Все это уничтожено Все это перевезено в другое место Поскольку, так сказать, это место было уже рассекречено И Нитаниягу уже, так сказать, в открытой информации Говорил о том, какие данные есть у Израиля Вот, в частности, по этому Тюркозабаду, где были центрифуги Куда их Иран перевез И, в общем, всяческий компромат И призывал страны отреагировать соответствующим образом Европейские страны, которые все держали за это соглашение Отреагировать соответствующим образом Соглашение нарушено Значит, необходим опять бойкот Необходимы санкции Необходимы меры В частности, вот похожие на те меры, которые применяет ваш президент Трамп По отношению к Ирану Ну, если мы будем говорить о Трампе То просто нельзя не упомянуть, что в Совете Безопасности ООН Франция, не очень любящая Израиль Выпустила резолюцию, что, мол, резолюцию, касающуюся Ливана Что, мол, и Израиль, и Хизбалла одинаково нарушаются Что же это такое? Ну, как я вам сказала, неделю назад на границе с Ливаном было обострение Был обстрел Израиля со стороны Хизбаллы Израиль тоже в долгу не остался И вот Франция выпустила резолюцию, что, значит, давайте жить дружно Как будто и Израиль, и Хизбалла в одинаковой мере виноваты за обострение отношений Ну, естественно, американские представители в ООН не дали пройти такой резолюции Категорически были не согласны с осуждением Израиля за инцидент с Ливаном Понятно было, что во всем виноваты Хизбалла И заблокировали вот эту осуждающую Израиль Осуждающую Израиль резолюцию Ну, и второе Это то, что Трамп назначил смену спецпосланнику на Ближнем Востоке Гринблату И нового посланника, гораздо более молодого Зовут Ави Беркович Он давний друг Джеральда Кушнера Зятя Трампа И, в частности, о нём известно, что он очень доброжелательно относится к Израилю Что он сам кончал Ешиеву в Нью-Йорке Что он знает иврит Он давно знаком с Джеральдом Кушнером И человек очень активный, очень предприимчивый И в то же время очень доброжелательный вообще ко всем Но и, в частности, к Израилю И есть надежда, что он не будет как-то специально давить на Израиль В пользу врагов Израиля Так что это уже хорошая новость Ну, и ещё хорошая новость Что Трамп лично отдал распоряжение Заблокировать, применить санкции к тем банкам Которые способствуют переводу иранских денег В другие террористические организации В частности, в Хизбалу в Ливане и в Хамас И действительно, какие-то санкции уже, так сказать, начали проводиться Потому что Иран передаёт не только оружие Он передаёт и деньги, и все эти переводы через банк Трамп ещё нужно заблокировать Так что мы видим тут очень доброжелательное отношение со стороны Америки Ну, собственно, как всегда, по крайней мере, после прихода президента Трампа А Нитаньягу 12 сентября поедет в Сочи Будет там встречаться с российским президентом Путиным И, по-видимому, опять вопросы будут касаться всё того же Ирана Того, как он действует в Сирии И, опять же, обозреватели отмечают Что в данном случае Россия вполне заинтересована в сотрудничестве с Израилем Поскольку её тоже стала напрягать слишком большая раскованность Ирана Слишком большое его проникновение в Сирию И что Россия рада бы руками Израиля немножечко Иран приструнить Оставаясь при этом якобы нейтральной Так что, возможно, там будут какие-то договорённости Которые одинаково выгодны как Израилю, так и России Сергей, хотите объявить номер телефона для вопросов? Давайте мы, наверное, в этом месте остановимся Сделаем небольшой перерыв После чего вернёмся и продолжим Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиэнтовой Напомню, телефон в студии 847-400-5200 Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте Ну, а пока вернёмся к событиям в Израиле Ну, главное событие, в предвкушении которого мы живём Это выборы Причём эти выборы уже начались Люди уже проголосовали Но только те, кто живут вне Израиля Напомню, что в отличие от многих других стран В Израиле Израильтянам, которые живут за границей Голосовать они могут только в том случае Если они государственные служащие Посланные за границу для работы Если они поехали сами для отдыха, для бизнеса Ещё по каким-то делам То тогда, увы, голосовать они не могут Так вот, уже прошло голосование государственных служащих В первую очередь, это работники МИДа Это работники еврейского агентства Сахнут Работники фонда Керин-Кальемет То есть фонд основания Израиля И вот они уже проголосовали В 77 странах были голосования Причём известно, что многие, например, в Австралии Им пришлось проехать довольно длинные расстояния Для того, чтобы попасть в столицу И посольство, и проголосовать Так вот, голосование израильтян за границей Уже закончено Так называемые двойные конверты Они запечатаны, будут вскрыты Тогда, когда будет подсчёт основных голосов Напомню, выборы пройдут 17 числа То есть практически через неделю Во вторник, будущий вторник И, в общем, в преддверии выборов У нас всё накаляются страсти Проблема в том, что, по-видимому, Результаты выборов также не удовлетворят Ни левых, ни правых Как и те выборы, что прошли полгода назад По всем опросам у нас опять создаётся патовая ситуация Благодаря Либерману Потому что, по всем опросам, ни правый, ни левый лагерь Без Либермана не набирают необходимого 61 голоса Для формирования коалиции Напомню, у нас 120 кандидатов, депутатов в Кнессете И для того, чтобы была сформирована действующая коалиция Она должна иметь хоть какой-то перевес Чтобы правительство могло проводить свои законы Так вот, по всем опросам Правые партии Это правые партии у нас Ликуд И объединённая партия Емина Они получают 56-58 голосов Почему такая разница 56-58? Потому что имеется ещё одна Не присоединившаяся маленькая правая партия От СМА, то есть Сила Израиля Вообще, правыми были сделаны выводы В отношении прошлых апрельских выборов Когда у нас было много маленьких правых партий Которые не прошли барьер Это была и партия Новые правые Шакеты Беннет Это и была партия Зеут Машей Фейглина И дальше я вам уже рассказывала Что были большие обсуждения Действительно ли эти партии не прошли барьер Или были какие-то подтасовки Какие-то в избирательных урнах Действительно после подсчёта голосов Находились какие-то скрытые урны Находились какие-то неподсчитанные голоса Которые говорили о том Что этим партиям голосов не додали Но, к сожалению, даже после таких поисков Всё равно обе партии И Новые правые и Зеут Не прошли избирательный барьер На этих выборах Новые правые вернулись То есть Аелит Шакет и Нафтали Беннет Они вернулись обратно к партии Магдаль Из которой вышли И партия Магдаль по-прежнему в связке С партией Ихудлиуми Смотрича Нынешнего министра транспорта Но партию АЦМА В это объединение уже не взяли И у нас остаётся партия АЦМА Силы Израиля Небольшая партия Из которой богат Верховный суд Запретил троим кандидатам баллотироваться Это и Михаэль Бен-Ари Это и Марзель Это и Гурштейн Всех троих Верховный суд признал Причём они прошли избирательный избирком Но Верховный суд признал их расистами И запретил им баллотироваться При этом то, что у нас арабские депутаты Кнесто Без зазрения совести Отрицают право Израиля на существование Право Израиля быть еврейской страной Поддерживают арабский террор Это как-то Верховному суду не помешало И арабские партии Целые невредимые Идут на выборы Там никаких депутатов не снимают с забега Так вот Эта небольшая партия АЦМА Она не смогла присоединиться никому А партия Зиуд Партия Фейглина Как вы наверное уже знаете Нитаниягу предложил Фейглину Сделать технический блок С партией Ликуд Партия Зиуд сняла свой список С выборов И Фейглину обещано Что Ликуд Выполнит достаточно много пунктов Из программы партии Зиуд Эти пункты касаются И бизнеса Легкости открытия бизнеса Уменьшение налогового времени Уменьшение бюрократии Для открытия бизнеса И многие вот такие шаги В сторону свободной экономики Это Этот список Это соглашение Коалиционное Касается и Важных Важных Принципиально важных Не только для безопасности Но и для Так сказать Еврейского характера страны Вещей например Таких как Посещение евреями Храмовой горы Нетаниягу Вот в коалиционном соглашении С партией Зиуд Обещал Так сказать Что будет наведен порядок И евреи смогут Свободно посещать Храмовую гору И еще Достаточно много пунктов Тем не менее Блок Партии Зиуд Ликуд Остается техническим Партия Зиуд Не присоединилась Окончательно к Ликуду Как это сделала Партия Кахлана Фигурирующая отдельно На прошлых выборах А теперь вошедшая в Зиуд В Ликуд Извините И Поэтому Так сказать Долги партии Зиуд Остаются пока при ней Ну Так сказать Будет искать Партия будет искать Способа Как-то Так сказать Эту ситуацию решить Так вот Из правых партий У нас остается Ликуд и Ямина То есть список Небольших правых партий И По вопросам Они колеблются Где-то между Пятидесятью Тремя Голосами И Пятидесятью Семью Случаи Если партия Оцма Набирает Четыре Мандата В общем Это достаточно Проблематичная Ситуация Вряд ли Партия Оцма Сможет Одна Преодолеть Проходной Барьер Но Тем не менее Вот Партия Оцма Пока Не снимается С забега Но О чем Это все Говорит О том Что Без Партии Либермана Которая Опять же По опросам Набирает От 8 До 10 Мандатов Ликут Плюс Емина Никак Не добирают До Большинства 61 Мандат В то же время Левые партии И арабы Колеблются Где-то Вокруг 54 Мандатов Ну Во-первых Еще не было Такого В истории Израиля Чтобы В коалицию Пригласили Арабские партии Другое дело Что иногда Арабские партии Голосовали За законопроекты Выдвинутые Левыми Правительствами Если Им нужна Была Какая-то Поддержка Но В общем До сих пор Не было Такого Чтобы Арабские Партии Как я уже Говорила Многие Депутаты Которых Отрицают Вообще Еврейский Характер Государства Израиль И К сожалению Поддерживают Террор Не было Такого Чтобы Эти партии Были Приглашены В коалицию Но Но Лидер Вот этого Объединенного Арабского Списка Он говорит Что он Не Отрицает Возможности Попасть В коалицию С левыми Партиями В коалицию Возглавляемую Партией Белых Голубых Кахой Лаван То есть Арабы Вполне Вполне Готовы К такому Сотрудничеству Значит Опять Проблема У нас Заключается В партии Либермана Наш дом Израиль А Либерман Уже Заключил Договор Об остаточных Голосах Ну я Рассказывала Что это Если партия Получает Там скажем Пять И треть Мандата А другая Партия Получает Пятнадцать Целых И там Ноль восемь Мандата Они объединяют Вот эту Третью Ноль восемь Получают Чуть больше Мандата И этот Мандат Идет Партии Набравшей Больше Голосов Так вот То есть И обычно Партии Заключают Такой договор Партии Близкие По духу Чтобы избиратель Знал Что его Голос Не пропадет А перейдет Может быть В близко Родственную Партию Либерман Уже Заключил Союз О дополнительных Голосах С партией Белых Голубых Или как мы Называем Партия Трех Генералов И журналиста Партия Левая Которая Называет Себя Центристской Левая И в смысле Политическом В смысле Безопасности В смысле Отношения К арабам И что Еще Более Серьезно Левая В смысле Экономическом Эта партия Обещает Всем Какие угодно Пособия Все Что угодно И мы знаем Чем это Кончается Когда Поднимают И без того Очень Большие Налоги В Израиле Это обычно Кончается Тем Что как раз Налогов Начинает Собираться Меньше И экономика Идет в разнос Подавляются Самые Прибыльные Для Экономики Отрасли А Самые Преуспевающие Работники Просто От Такого Налогового Давления Просто Уезжают Зарабатывать За рубеж Вот Это Очень Большая Опасность Прихода Левых Партий И Ее Все Время Подчеркивают Так Что С Большой Вероятностью Эти Выборы Тоже Будут Неудовлетворительные И Если Либерман Захочет То Он Сможет Сделать Коалицию С левыми Партиями И Тогда Нас ждет Левое Правительство На сегодняшний день Либерман Говорит о том Что он Желает Правительства Национального Единства Но Если Будет Такое Правительство Единства То есть Если Нетаньягу Пойдет Вместе С Партией Белых Голубых То Непонятно Тогда Уже Зачем Им Брать С собой Либермана Они В общем Вдвоем Две Большие Партии И так Вполне Могут Составить Коалицию Обе Партии Получают Явно Больше 61 Голос Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Уважаемая Ася У меня К вам Как бы Не вопрос А большая Просьба Я так Понимаю Что Вы Раньше Агитировались За то Чтобы Ну После того Как Зеут Присоединился К Ликуду За то Чтобы Голосовали Русскоговорящие За Ликуд Сейчас Может Вы Как бы Соберете Бригаду Я понимаю Что это Не так Просто Но От того Как проголосуют Русскоговорящие И если Они не будут Голосовать За этого Продажного Либермана То А за Ликуд То я думаю Что Весы Склонятся В сторону Правых А не левых И у меня Еще просьба Большая К нашим Всем Слушателям У кого Есть знакомые Родственники Друзья В Израиле Позвоните И призовите Их Голосовать За Ликуд Потому что Сейчас Мне кажется Решается Судьба Израиля Сейчас Не дай бог Еще Левые Объединятся С арабами И тогда Полный конец Спасибо большое Спасибо вам Очень Очень приятно Что вы Как-то Нас поддерживаете Значит Все Вот я И все Активисты Партии Зеут Мы сейчас Активно Агитируем Для того Чтобы Все Чтобы Голосовали За Ликуд Или по крайней мере За правые Партии То есть Или Ликуд Или хотя бы Вот партию Объединенную Вот этот Список Ямина Делаются Во-первых Есть русскоязычный Штаб Партии Ликуд И выпускаются Материалы Прямо на русском На русском языке И мы их Распространяем Широко Во-вторых Делаются Такие Межпартийные Большие Штабы Под названием Зазимья Мина То есть Продвигаемся Вправо Которые Уговаривают Людей Голосовать Вообще Выйти на выборы Для начала Потому что Как вы понимаете Полгода назад Выборы были Люди Как-то Энергию Выплеснули Увидели Что ничего Из этого Не вышло Ни на что Это не влияет И говорят Да я вообще На выборы Не пойду Да все равно Ничего не получится И так далее То есть Есть такое У людей Какое-то Отчаяние Значит В первую очередь Чтобы люди Вообще Пришли на выборы Во-вторых Чтобы они Проголосовали За правые партии За Ликуд Или за Партию Емина Ну По поводу Партии Ацма Тут Есть Большие Проблемы Потому что Правая Это она Правая Но вопрос Если она Не пройдет Необходимый Электоральный Барьер В 4 В 4 Мандата То Эти голоса Для правого Лагеря Будут потеряны Давайте мы сделаем Еще один перерыв Буквально Несколько минут После чего Вернемся Обязательно Обязательно Продолжим Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиентом И напомню Телефон В студии 847-400-5200 И давайте Попробуем Принять Звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Слушаем вас Алло Здравствуйте Здравствуйте Скажите пожалуйста Вот вы Предположили Что Не дай бог Обидят левые Вместе с Либерманами И арабскими партиями Так Прежде чем Войти в коалицию Арабы Что-то потребуют Вот я Служу По нашим Конгрессменам Ильхонамар И я представляю Что они потребуют Неужели ваши Левые Пойдут на Такие вот Уступки В ущербной Безопасности Своей страны Спасибо Ну Очень бы не хотелось Чтобы левые Пошли на это Но Левые партии Такие как Белые Голубые Плюс Рабочая партия Вода Плюс партия Мэрц Которая сменила Название На демократический Лагерь Они вместе С Либерманом Как раз Могут построить Коалицию В 61 голос И даже Без арабов Так что Им совершенно Не обязательно Брать арабов Но арабы Будут как бы Их защитной Поддержкой И если кто-то Из членов Коалиции Опять там Тот же самый Либерман Откажется Голосовать За какие-то Неприятные Законы То арабы С удовольствием Поддержат Эту коалицию Снаружи В преддверии Выборов Был предложен Законопроект С целью Обуздать Фальсификацию Выборов Установить Камеры На избирательных Участках Как раз Я хотела Об этом Рассказать Дело в том Что когда Вот я вам Говорила Когда расследовалась Фальсификация В отношении Двух правых Партий Новые правые Партия Беннета И партия Зилут Фейглина Тогда же Были выявлены Просто Огромные Огромные Нарушения На Кальпе На избирательных Пунктах Накодящихся В арабских Деревнях Там Голосовало 110% Избирателей Там Какие-то Были Совершенно Невероятные Результаты И собственно Об этом Все давно Знают Все давно Знают Что в арабском Секторе Нет никакого Нормального Контроля Все Кто заходит В избирательную Орну Там Даже Полицейские Даже Представители Государства Все они Арабы Из той же Деревни Все они Творят Там Все Что они Хотят И если Туда попадет Сторонний Наблюдатель Он просто Побоится За свою Жизнь Чтобы Призывать К какому-то Порядку Это уже Просто Будет Опасно Для жизни Так вот Для того Чтобы Как-то Укротить Вот этот Беспредел Было Предложение Поставить Видеокамеры Или по крайней мере Чтобы Наблюдатели Могли Снимать На видеокамеры Происходящее В арабских Деревнях Понятно Что они Будут снимать Не то Что происходит В самой Кабинке Для голосования Где человек Выбирает Балютей А они будут Просто снимать Как приходит Приходит Избиратель И протягивает Свой Теудат Зеуд В арабском Секторе Очень часто Там Приходит Какая-нибудь Женщина Замотанная Полностью С закрытым Лицом И не Зная Что это Действительно Она соответствует Имеющемуся Удостоверению Личности Они Одну И ту же Женщину Приводят На избирательный Участок Сто раз Вот Для этого Правительство Приняло Решение Большинством Голосов Кнесете Был проведен В первом Чтении Закон Об Установлении Видеокамер С записью Происходящего На избирательных Участках Дальше Этот закон Должен был Утверждаться Во втором И в третьем Чтении Но тут Представители Партии Либерман Законодательной Комиссии Сказали Что нет Они не будут Поддерживать Этот закон И вообще Этот закон Дискриминационный И он Как-то ущемляет Арабов И так далее И так далее То есть Вдруг Либерман Который всегда Кричал Что Арабы Не соблюдают Законы Израиля И надо их Заставить Соблюдать Эти законы Он всегда Так сказать Говорил об этом У него даже Лозунг был Нет Не соблюдают Законы Нет Лояльности Нет Гражданства Он Вдруг Он сказал Что нет Это ущемляет Арабов Почему ущемляет Арабов Камеры собирают Ставить на все участки То есть По-видимому Во всех участках Это не мешает А только арабам Это мешает Так вот Партия Либермана Выступила против И на ближайших выборах Никаких видеокамер Не будет То есть Сохранится прежний Беспредел И по арабским Деревням Будет По 110% Проголосовавших А также Любые Любые махинации С тем Что уже положили В избирательную Урну Все это Никто не сможет Предотвратить Поскольку Наблюдатели В арабские деревни В общем Заходить боятся Ася Давайте Попробуем Попробуем Принять еще звонок Добрый день Пожалуйста Алло Да пожалуйста Можно говорить Говорите Будьте добры У меня Вопрос Касси Скажите Пожалуйста Я присоединяюсь К двум Предыдущим Вопросам И спасибо За такой ответ Но у меня Боли в душе В отношении Того Откуда Взялся Этот Сталинист Либерман Который Трясет Весь Израиль Я сама С Молдавией Я почему-то Не помню Его заслуги Я сама Тоже Была Активистой Я ведала Милосердие Муж Там Открыл Ишиву Мой муж 400 человек Готовил Школу Открыл Иврита Прислал Израиль Среди них Я не помню Никакого Активиста Либерман И вдруг Он берет Себе Право Трястись Весь Израиль Я конечно Позвонила Всем нашим Кого я знаю Кого я помню О том Чтобы Они были Осторожны Потому что Их ждет Второй Холокост Асенька Дорогая Вам спасибо За такую Сегодня Передачу Я думаю Что будет Все хорошо И Ликуда Венчается Успехом Успех вам Я вас слушаю Радио Спасибо большое Спасибо за поддержку Я тоже Очень надеюсь На то Что все Будет Хорошо Как Именно Хорошо Мне Трудно Пока Представить Я вам Описала Ситуацию В преддверии Выборов Но Очень надеемся Что все-таки Левого правительства Не будет Работаем Работаем Пытаемся Что-то Для этого Сделать Сергей Есть еще Вопрос Или я Расскажу О нашем Главном Вы расскажете Обязательно Расскажете Только вот Давайте Внесем Ясность Тут Вернее На ютуб канале На нашем Некая дискуссия Разгорелась По поводу того Как голосовал Либерман Фракция Либермана За установление Камер Или против Потому что Одни утверждают Что он голосовал За Другие утверждают Что он голосовал Против Сначала Он был Вроде бы За эти камеры Но После того Как проголосовали В Кнесете И Закон Перешел В комиссию По законодательству После которой Должен был Пройти Во втором И третьем Чтении В Кнесете То есть В окончательной Редакции После этого Представители НДИ Этой комиссии Проголосовали Против Того Чтобы срочно Принять Этот закон Они сказали Нет закон Тем нехорош Этим нехорош Пусть эти выборы Пройдут как есть А потом Этот закон Улучшим Примем Потом И так далее То есть На самом деле Под вывеской О том что закон Недостаточно Хорош Его просто Убрали До следующих Выборов На этих выборах До этих выборов Закон Принят Не будет Понятно Еще один звонок Примем пожалуйста В эфир Добрый день Ася Добрый день Сергей Вы знаете Слушая вас Сегодня Я не вижу Большого оптимизма И у меня По этому Такому вопросу Такое Я даже не знаю Радикальный вопрос Вы Живя там И так сказать Будучи активным Участником Политической жизни Израиля Вы себе можете Представить Такое Или Что Рикут Возьмет Все таки Я не знаю Если опять Ничему не придут Выборы Возьмет Партию Либермана В союзники Потому что Представить это Умственно Невозможно Но вы себе Можете представить Такой вариант И второй вопрос То что вы Сегодня Израильский ВВС Бомбили Иранскую базу В Сирии Потому что Что пишут СМИ Последнее время Что Россия В частности Министр обороны Шагов Там Ограничил Зоны полетов Израильских ВВС Насколько это Правда Я не знаю Но Но удар Был нанесен По сирийским Подземным Переходам И так далее Спасибо Но Первый вопрос Я говорила О втором Я говорила В начале Передачи О том Что Из-под Дамаска Шиитской Силами Шиитской Милиции Были Посланы Ракеты В сторону Израиля К счастью Они не долетели Дальше Какие-то Самолеты Без опознавательных Знаков Нанесли Сокрушительный Удар По этой Базе И будем Надеяться Все ее Уничтожили А теперь По первому Вопросу На самом деле До последнего Времени Либерман Всегда Партия Либермана Всегда Входила В коалицию Возглавляемую Партией Ликут Либерман Получал Очень важные Посты Непропорциональные Размеру Его партии Так у него В партии Было Шесть Мандатов А получил он Пост Министра Обороны Министра Обороны Получает Партия Сравнимая По количеству С главной Партией Партия В которой 15 человек 20 Но никак Не 5 Так что Нитаниагу Был готов Пригласить Либермана В состав Правого Правительства И если бы Либерман Согласился То Этих Выборов Не было бы Все бы Закончилось В апреле Была бы Составлена Коалиция Но Либерман Уперся Либерман Сказал Что он Не пойдет В коалицию Правых И религиозных Партий И Собственно Это и Привело Нас К дополнительным Выборам В течение Полугода Следующие Выборы Огромные Затраты Огромная Энергия Так сказать Удар по экономике Поскольку Никто не работает Это у нас Выходной день И наоборот Так сказать Все производство Занято там Чем-то совершенно Другим А если Вот эти Выборы Через Неделю Ничего Не решат Опять Очередные Выборы Как это Все Как это Вы себе Видите Как у вас Говорится Это вопрос На миллион Очень бы Не хотелось Чтобы были Еще одни Выборы Как я уже Говорила Би Нитиньягу Хотел бы Если Либерман Не пойдет В правую Коалицию Либерман Нитиньягу Готов был бы Взять В эту Коалицию Часть Партии Белоголубых Конечно Это не Лапид Который Настроен Агрессивно Против Религиозных Партий Но Нитиньягу Был бы готов Взять В свою Коалицию Скажем Ганца С его Партией Хосенли Исраэль То есть Часть Вот этих Партий Белоголубых Он Был бы Готов Вопрос Отколется Действительно Ганс От партии Белоголубых И пойдет ли он В правую Коалицию Раньше Это было Помните Когда правые Левые Ходили Обычно Это происходит Во время Войны Это Но Помните Когда И включались И там Два года Было Правительство Национального Единства Когда военная Угроза Когда необходимо Широкое Национальное Согласие У нас Действует Правительство Национального Единства Но Это же Правительство Если нет Войны Его называют Правительством Национального Паралича Почему Потому что Хотят провести Какой-то закон Если его хотят Провести правые Левые Не согласны Если хотят Его провести Левые Правые Не согласны В результате Страна Не двигается Никуда Знаете Иногда Вот это Движение Никуда Лучше Чем движение В пропасть Чем я Скажу Удар По нашему Президенту И они Будут беситься И бесноваться Как не знаю Поэтому У нас Много интересов Что все-таки Ликут победил И что все было Это вот Будем Будем Будут ли Эти его слова Оспаривать В суде Или признают Их правдивыми Через неделю Об этом поговорим Подробнее Спасибо огромное До встречи Через неделю До свидания